здравствуйте дорогие наши слушатели дорогие наши читатели хочу в это видео по подробному рассказать вам инструкция как вы могли бы использовать нашу игру я и деньги и добиться своей цели прежде чем рассказать об этом я хотел бы задавать вам такой вопрос скажите пожалуйста если вы смогли бы на 30 лет назад или на 20 лет назад уйти например в 90-х годах попасть но имея сегодняшний ум и сегодняшнее образование сегодняшнее понимание если вы оказались бы условия 90-х годах за сколько время вы могли бы добиться то то что вы сейчас имеете когда это вопрос создаю аудиторию часто ответ получаю так кто-то говорит за один год кто-то говорит два года кто-то три года максимум люди говорят это 5 лет я это сделал бы получается что за два года или за три года большинство убеждений что все этими знаниями которые у них сегодня есть если оказалось бы 90-х годах они это уровень успеха который сегодня имеет они могли бы это повторить всего за 35 лет то что добылись в реально за 30 лет дорогими это правда а почему за счет чего за счет понимания умения благодаря знания который сегодня вы владеете я заметил что человек проживая свою жизнь когда дойдет до 50 до 60 до 70 потом только начнет задуматься о если мне было бы шанс повторить это 6 я бы чего-то корректировал чего-то изменили бы что-то по-другому делал беги это рисковал бы и так далее так далее цель эта игра мы его разработали для того чтобы вы виртуально получается да скажем или своих мыслях вы попробовали себя разными направлениями то есть занимаясь по разной дороге по разной дороге обеспечить себя в ходу игры финансовая свобода чтобы вы могли свободно жить не нуждаться победить свою нужду и так далее и реализовать себя например в игры в один раз попробовали например заниматься бизнесом недвижимости вы поймете она вам подходит или нет это выгодно или нет получается что в жизни когда мы покупаем недвижимость потом тяжело продавать когда иногда мы какой-то нибудь проектах залезаем как это про бизнес открываем потом от него избавиться еще больше проблема создает поэтому в игре вы попробуйте тестируйте себя в это помогает вам формировать ваши правильные точки зрения и финансовый интеллект риска поднимает и помогает вам четко понять именно ваши финансовую программу 1 она помогает вам научит вас именно мыслит как построить денежный поток философия денежного потока понят и внимание обратить да вы поймете как построить денежного зачем денежный поток потому что мы понимаем что с каждым годом жизнь подорожает и не имея доход не имея пассивного дохода вы далеко не пойдете значит цель эта игра первое вы свою собственную жизнь оставшую свою жизнь вы можете планировать стратегически если вы будете 10 раз играть в эту игру у вас появится точнее видение вообще как построить себя в будущем в каком бизнесе себе попробовать каком направлении себе попробовать чтобы обеспечить себя и свою семью это очень важно если вы прочитали мою книгу я и деньги ход 1 час ход 2 час там есть модель счета управления семейный бюджет и потом есть там где именно колонка капитал то есть получается что вот как с этим капиталом дальше работать вместе в книге это теоретическая часть или в тренинге системы объясняю а теперь играя это начинается между теория и практика то есть получается что вы и стажировка происходит понимаете да испытание происходит это сломает вашу финансовую программу вашу финансовую программу вы поймете почему так долго ваши жизни доходы не поднимается вы поймете почему так долго у вас ничего не изменяется как вы хотите и так далее получается и самое важное вы сломаете финансовую программу убирайте стеклянный потолок когда вы убираете стеклянные потолок играя играя вы поймете в практике как это все происходит дорогие мои как надо использовать эту игру когда вы открываете вот эту коробку я все разложили вот так перед собой видите вот в этом книжке все правила игра расписана очень важно его внимательно прочитать самом начале самом начале когда вы открываете внимательно прочитайте каждый детал в этой книжке чтобы понимание имели четко что как как делать я внимательно сейчас буду пошагово все объяснить каждый детал буду объяснить цель игра цель игра чтобы вы от трудовой доход пришли к пассивный доход я повторяю от трудовой доход трудовой доход когда вы строите на работу и работаете сами дохода есть не работаете дохода не то есть как это чтобы вы помогли себя бить финансово свободными от трудовой доход как прийти к пассивный доход почему нужно пассивный доход потому что трудовой доход это ограничено а пассивный доход это растущий доход а второй важный вещь это чтобы вы достигли финансово свобода что такое финансово свободное или кто такой финансово свободный человек финансово свободный человек это тот человек у которого есть деньги у которого есть время у которой свобода выбора то есть он позволит себя ту качество жизнь который он заслуживает он позволит себя заниматься тем тем то что ему мечтает то что он хочет и так далее он не работает ради денег понимаете это очень важно задавайте себе вопрос чтобы вы мне поняли как вы думаете большинство люди живут так как мечтают или как как получается знаете это вопрос давал огромное количество людям и на 29 проценте 29 люди говорят как получается почему потому что они не приняты у них нету стратегической план жизни большинство из них работает там где где просто им платит лучше хотя может быть это они не хотели бы в детстве этим заниматься или не мечтали об этом но если ничего плоти не больше они туда идут потому что им придется это делать нужда управлять людьми когда вы достигаете финансовую свобода вы станете свободным человеком по-настоящему вы выходите из рабства нужды самое большое рабство эта нужда потому что нужда заставляя человека отказать от своей мечте заставляет останавливать человека понимаете некоторых люди вообще едут другую сторону и мире астаки остаться не реализованные и потому что нужна не дает не впереди период пойти их огромное количество идей остаться нереализованными огромное количество талантов ребята остаться не реализованы я читаю что самая большая трагедия в этом мире когда человек остаться не реализованы дорогие мои второй важный вещь в этом игре вы должны достигать фанасу свобода 3 важный вещь очень очень важный вещь вы должны научиться управлять деньгами управлять денежным потоком управлять деньгами чтобы управлять деньгами вы должны вести финансовая дисциплина. Очень важно учет контрол, учет контрол, учет контрол, учет контрол и так далее. Вы должны максимально вникать в этом, чтобы понять, почему нужно вести учет контрол. Здесь, когда вы возьмете в эту бланку, вы сделаете его для себя, сканируете его, потому что в игре 6 человек должны играть, не один человек, 6 человек должны играть, 7 человек должен стать банкиром. Вот это все купюры денег, вы должны сюда, в этом коробке, по порядочке красиво положить, чтобы было упорядочено и так далее. Я их расположил так, чтобы было удобно вам объяснить. Вы когда возьмете, вот здесь вы пишете, смотрите, здесь пишите свое имя, фамилию, имя, профессия и справа от вас, кто сидит, он ваш аудитор. Это ваш бланк отчета, бланк отчета. Справа от вас будет сидеть аудитор, вы пишете его имя. Здесь смотрите, здесь вы пишете свои жизненные расходы, ежемесячные, повторяющие расходы, которые повторяются. Итоги вводят общий расход. Потом, если у вас есть дети, вы пишите, сколько количество ваших детей и почитайте, пожалуйста, приблизительно одного ребенка, у вас какая сумма расхода уходит в месяц и его пишите сюда. Потому что в ходе игры у вас тоже могут появиться ребенок. Например, если вы на одного ребенка 50 долларов тратите в данный момент, вы здесь пишете 50 долларов. Но если вы в ходе игры играете, играете, и появится ребенок, вы здесь будто что добавите его. Вся игра взята от реальной жизни. Здесь не игра. Вы на самом деле, здесь игра проходя, вы свою собственную жизнь накатите дорогу. Вы поймете, по этой дороге пойти лучше или по той дороге пойти лучше или той дороге пойти. Для чего? Для того, чтобы в игре тестировать, потому что у вас не будет шанса жизнь потом потратить на эксперимент. Понимаете? Для того, чтобы ваша реальная жизнь не превращалась на эксперимент, здесь лучше экспериментируйте, пожалуйста. Вот. Теперь внимание. Ваш активный доход. То есть, я имею ввиду трудовой доход. Вот это ваш трудоход. Да, вот здесь мы отражали его как активный доход. Да? Зарплата мужа, зарплата жене. Вы его сюда пишите плюсуйте. Ваша задача в ходе игры здесь, прообретая возможности, построить пассивный доход. Пассивный доход. Помните, я сказал, что пассивный доход – это растущий доход. В ходе игры, прообретая бизнес, вы постепенно, постепенно что? Вы здесь оформляете его, достигаете пассивный доход, чтобы пассивный доход был больше расходов. Когда ваш пассивный доход три раза будут больше ваши общие расходы, тогда вы достигаете финансовую свободу. Я еще об этом буду говорить до конца этого обланка, когда объясняю. Внимание обратите. Вот. Если вы сейчас бизнесмен, у вас в данный момент уже есть бизнес какой-то. Может быть два-три бизнеса есть. Если у вас в данный момент какой-то бизнес есть, вы возьмите, пожалуйста, и пишите свой пассивный доход сюда. Даже если два-три бизнеса просто пишите. Бизнесы и пишите одну цифру здесь – ваш пассивный доход. Но помните, если вы предприниматель, но не бизнесмен. Кто такой предприниматель? То есть вы работаете, это бизнес работает. Если вас нету там, без вас эта работа, бизнес не пойдет. То есть это бизнес зависит от вас. Если вас не будут там, это бизнес не может идти без вас. Тогда вы лучше себе зарплату назначите ту сумму, которую вы получаете каждый месяц. Пишите сюда, где, где вы активный доход, где трудовой доход. Потому что бизнес – это без нас. Если бизнес без вас не могут работать, значит у вас нету бизнеса. Просто у вас есть хорошее рабочее место, которое вы сами себе организовали. Вот. Теперь, если у вас уже, значит, есть бизнесы, которые без вас работают, вы и доход пишите сюда. Если вдруг вы писали доход здесь, пассивный доход, и она оказалась в три раза больше, чем в вашей расходе, тогда вы его не учитывайте. Просто его не берите в расчет. Лучше старайтесь в этой игре добиться финансовую свободу. Это делаем дело только тот бизнесмен, который у него на данный момент, он уже финансово свободным человеком является. Значит, остальные, у кого нету бизнеса, и остальные, у кого, если бизнес без вас не работает и так далее, здесь вы все пишите, где активный доход. И потом в ходе игры постарайтесь прообрести возможности, что и пассивный доход увеличивать. Теперь смотрите, вы плюсуете активный доход и пассивный доход, общий доход пишите. От общий доход минусуете общий расход, тогда вот эту разницу пишите как месячный доход. Вот это ваш месячный доход, который здесь написано, это будут ваши ежемесячные, скажем, каждый месяц, когда вы будете в ходе игры пройти, каждый месяц банк, банк, банкир, вот из этих денег даст вам ежемесячный ваш, что, вот это месячный доход. Это будет разница. Общий доход минус общий расход, то, что остается, это будут ваши месячные доходы. Вот сюда даст. Ваша касса везде заполняете дальний момент, сколько денег у вас есть в жизни. Например, у вас в банке денег есть или у вас там на что, или дома есть под подушкой, не знаю, или банковской карточкой у вас есть денег. Вы их пишите сюда, но только сюда не надо писать, если вы кому-то отдавали долг и вы надеетесь на то, что вот у меня 10 тысяч долларов есть в руках Наташа, 5 тысяч есть в руках Ирина, 2 тысяч в руках Максада, их писать не надо. Это не факт, что когда их вернут они. Вы пишите здесь в вашей кассе то, что реально у вас на данном этапе есть. Теперь, если у вас в данный момент есть кредиты, вы пишите название банка и в ВДС пишите сумму, где цена написана, соответственно, вы можете вот так. Если у вас есть долги, людям вы должны пишите имя человека, пишите сумму. Вот так, вы напишите туда. По ходу игры ваша задача избавляться от такие пассивы, избавляться от такие обязательства и соответственно увеличивать свои активы. Внимание, задача постараться избавиться от свои обязательства, долги, кредиты и одновременно увеличивать свой пассивный доход. Вот, в ходе игры, когда вы покупаете, когда вы в ходе игры, вы будете приобрести бизнес, здесь графа бизнес, вы пишите сюда название того бизнеса, который в карточке написано, потом этот денежный поток, который это бизнес дает. Например, написано, что клиника, доход 3000 долларов. Значит, вы пишите вот это, где поток, вы его заполняете сюда. Вот, если вы приобрели, скажем, малые возможности и так далее, вы пишите его, вот сумма, стоимость этого бизнеса здесь, если у вас было собрежение, вы купите эту возможность в ходе игры, вы пишите его стоимость здесь. И пишите денежный поток, который дает это бизнес, в карточке будет отражено. Соответственно, одновременно везде фиксируйте здесь, например, приемахерский доход 3000 долларов, например. И здесь, соответственно, у вас растет итоговый месячный доход, да? Вот так. Если вы покупаете недвижимость, вы пишите его сюда, если вы покупаете ценный бумаг, пишите его сюда. Но если вы взяли большие возможности, тут есть большие возможности. Туда написано, в карточке написано, что, скажем, бизнес стоит, например, я сейчас вот возьму, и вот здесь что написано? Здесь написано, что клиника, инвестиция 70 тысяч долларов, но первоначальный вознос 21 тысячи, вот, а банковский кредит 49 тысяч, а итоги вы можете, что за 4, то есть прибыль 4000 долларов. Что можно делать из этого? Значит, вы здесь пишите поток 4000, инвестиция, там, стоимость этого бизнеса 70 тысячи, первоначальный вознос вот здесь 21 тысячи, а кредит оформите здесь. Дорогие мои, если я говорю кредит оформите, не обязательно, что вы все пошли кредит и брали на это. Вы до конца мое объяснение внимательно послушайте, вы поймете. Вот. Это тот общество, в котором мы живем, и как вы можете это все практикуя, использовать. Вот так. Значит, основная задача, вот, постоянно, каждый ход, когда вы пройдете по игру, заполнять это. Цифра будет меняться постоянно, ежемесячно. Понимаете, у вас должна быть высокая финансовая дисциплина, вы должны постоянно вести учет-контрол, иначе вы никогда не растете, и вы никогда не станете, можно сказать, богатее на том уровне, кем-кем вы могли бы быть. Интуитивный подход не работает, дорогие мои, потому что на рынке конкуренция большая. Когда эту карточку заполните, вот эту карточку, вот. Теперь вам нужно будет заполнять следующая карточка. Следующая карточка, видите, мы заполняем все, как реально есть. Придумывать не надо, потому что мы играем свою собственную жизнь, чтобы научиться его потом планировать. Вторая карточка, что вам надо заполнять, вот эту карточку. Вот. Вы сделаете вот такое. Актив номер один. Здесь это означает, что вы пишите наименование активов. Например, актив номер один – это те активы, которые, скажем, они у вас есть, но они не приносят вам прибыл. Но, возможно, они в будущем могут подорожать. Например, земля. У вас есть земля, просто лежит, просто вы туда ничего не сажаете, земля есть, вы туда ничего не строите, но она у вас есть. И вы понимаете, что если вдруг цена подорожает, вы можете его продавать. Например, у вас есть где-то дача или квартира и так далее, которые доход не приносят, но вы сами используете дом, в котором вы живете и так далее, и так далее. То, что доход не приносит, но она актив. Золото, которое вы носите, украшения и так далее. Скажем так. То есть, вот их пишите здесь, как актив номер один. Закупная цена, заполняйте. И рыночная цена, сегодняшняя цена какая. Обычно люди всегда завершают свои активы. Например, если он стоит где-то на данный момент на рынке 50 тысяч долларов, двухкомнатная квартира у них там или трехкомнатная, они его говорят, ой, где-то 70. Поэтому мой совет к вам – пессимистически подойдите к этому, минимальные цены пишите. Вы всегда задавайте свой вопрос. Вот, если мне срочно нужны деньги, на какую сумму я могу это продать? И вот здесь эту сумму пишите, как рыночная цена. Актив номер два. Если актив номер один – это те активы, которые не приносят доход, актив номер два – это как раз те активы, которые приносят доход. Поэтому мы здесь пишем так. Например, у вас есть продуктовый магазин или бутик одежда, или там, не знаю, квартира вы сдаете в аренду, например. Вы здесь пишите, где наименование, название этого актива. А стоимость актива, вы здесь пишите, сколько сумма вложено в этом бизнесе, если у вас бутик одежда. Потом пишите месячный доход. Месячный доход – я имею в виду чистый прибыль, который каждый месяц дает вам этот магазин. Например, скажем, что он дает вам 500 долларов. Вы пишите сюда. Годовой доход вы пишите. Годовой доход, значит, если месячный будет 500 долларов, годовой доход у вас, значит, 6 тысяч долларов. Скажем, что вы в этом бутик одежды вложили, там, не знаю, 10 или 20 тысяч долларов. Вот это, скажем, 10 тысяч долларов или 20 тысяч долларов вложили. Вы вот это, если 10 тысяч долларов вложили, вы годовой доход был 6 тысяч, 6 тысяч делите на 10 тысяч, умножайте на 100, выходит рентабельность годовой, значит, 60%. А если 20 тысяч вложили, Например, чтобы этот магазин оборудовали, товар закупили и так далее, инвестировали туда 20 тысяч долларов. Скажем, вот это 6 тысяч долларов годовой доход, 6 тысяч делите на 20 тысяч, умножайте на 100. Тогда вы видите, какая процент выходит здесь. Вот это будут рентабельности. Запольняя эти вещи, вы упорядочите в своей голове именно методом управления своей ресурсой, активией и так далее. Я замечаю, что часто люди не управляют своими ресурсами, своими активами, и они очень много накапливают мертвый капитал. У них есть земля, у них есть какие-то базы, у них есть какие-то участки, дачи и так далее. Но они хотят делать бизнес, у них денег нет, идут кредиты берут. Хотя они могли бы правильно управлять своим активом, не нуждаться даже никакими кредитами, деньгами и так далее. Вы поворачиваете эту бланку и с другой стороны список имущества. Вот здесь, теперь мы начинаем уже по категориям управлять свое имущество. А категория – это те имущества, которые приносят доход. Вы их здесь пишите. Те имущества, которые реальный доход приносят, мы здесь фиксируем их. Вторая B категория – это те имущества, которые не приносят доход, но они необходимы. Например, жилье, в котором мы живем, сами он не приносит доход, но оно необходимо, без него жить невозможно. например скажем да она нужна машине которой мы ездим она тоже не приносит доход но она нужна она помогает нам вот мы их пишем здесь а все то что у вас не приносит доход и без него можно жить вот вопрос ставьте для себя таким образом можно ли без это жить если ответ будут да значит она попадает в категории 7 сюда могут попасть личные даже лишние одежды лишние ковры лишний мебель лишний скажем там не знаю у вас есть как эта квартира который не приносит доход дачи туда-сюда все то что суда попадает в категории с это значит без него можно жить и она веримо он доход не приносит значит его надо продать продать его и превращайте в капитал пусть эти деньги работают на вас но если у вас скажем мышление наши родители какой бы если вы живете по старой мышление скажем да вы будь игрой пригодится наши родители всегда так нам говорю ой пригодится и так далее но поверьте моим словам пока наступит момент когда она вам пригодится она устареет и не при нужном становится почти и вряд ли вам поможет поэтому лучше сейчас продайте обналичивайте эти деньги и сейчас используйте чтобы эти деньги работали на вас и увеличивайте свои активы управляя своими ресурсами у вас появится больше шанс добиться успеха теперь потом самым последним самим последним вы заполняете вот это бланку это называется карманная дра карманная дра здесь вы пишете свои расходы статья все свои расходы расходы бывают месячные и годовые например скажем если вы выплат например ремонт квартира ремонт машина она не бывает каждый месяц она бывает два-три года ремонт квартиры один раз ремонт машинах два-три месяца один раз да например вы здесь в по заполнять сначала ежемесячные расходы Особенно ежеме, которое вы тратите. Если какие-то статьи расход попадают в годовой расход, который вы платите, делите его на 12, чтобы в среднем вы вывели на месяц, сколько уходит на это. Например, налог на имущество, оно в год вы платите один раз. Или, например, путешествие. Ведь каждый месяц не путешествует, может быть, один раз, два раза в год путешествует. Делите его тоже, если хотите, сюда и пишите. Это для чего? Когда вы заполняете название статьи расходов, сумма заполняете. И сначала вот так заполняем вертикально, потом вторую заполняем вертикально и пишем итоговую. А потом, после этого, начнем посмотреть каждую статью. Сколько можно сократить. И начнем каждую статью рассматривать. Возможно, какой-то из них даже можно отказаться. Значит, вы просто черточку сделаете. Значит, от него можем отказаться. А какой-то из них на 10% можно уменьшить. Уменьшаем. А какой-то из них 20% можно уменьшить. Тоже уменьшаем. А какой-то из них вообще невозможно уменьшить. Просто мы эту цифру перенесем туда. и почитаем здесь итоговую сумму. Когда вот это все вы почитаете, вы начинаете видеть, что оказывается по вашим мнениям, путем планирования, можно от некоторых расходов избавиться, можно вот сократить и так далее. Тогда после того, когда вот это заполняете карманный дру, вы поймете, что ежемесячно сколько вы лишние, ненужные расходы делаете. Знаете, самое интересное, я когда заставляю людей писать карманный дра, я иногда удивляюсь, иногда некоторые люди, бизнесмены до миллиона, до трех миллион деньги. Кто-то иногда в год до 200-300 тысяч долларов составляет у них карманная дра у бизнесменов, и они становятся в шоке, они вообще ужас попадают. Люди, которые на зарплату работают, в среднем от тысячи долларов до 10-12 тысяч долларов иногда находят свои карманы дра, которые в год могли бы сохранить эти деньги. Просто эти деньги ненужный расход делят. Поймите правильно, я не за, чтобы вы жадничали, экономили, то 50 нет. Я не обучаю экономии, я обучаю управлению. Дело в том, что богатство не то, что вы тратите, богатство это то, что у вас останется. И самое важное, вначале станьте финансово свободным, а потом, пожалуйста, после того, когда у вас будут хороший пассивный доход, хороший именно это, более 10 тысяч долларов пассивного дохода, когда у вас будут, вы можете себе позволить, пожалуйста, потом купить то, что вам нравится, то, что вы хотите. Вот такие, вот так, дорогие мои. Теперь, после того, когда карманную дру заполняете, вернитесь и снова корректируйте, пожалуйста, статья расходов. Когда вы это корректируете, вы осознанно, в дальний момент у вас был расход другой, но вы осознанно поймите, что вот вы же там писали, планируешь, чтобы сократить. Подумайте, на что повлияет вот это, если вы устраните карманную дру. И корректируйте. Уже ведите себя так, и с этого дня начинайте так управлять, чтобы вот эта карманная дра, она у вас не существовала. Вот. Здесь корректируйтесь от этого расходов. Возможно, здесь месячный доход будет другой, чуть больше. Исходя из этого, вы будете двигаться. Потом в жизни это делаете. Вот. Когда вы это заполняете, все дадите справа от себя к вашим аудиторам, чтобы аудитор проверил все, действительно ли вы все правильно заполнили и так далее. Теперь, после того, когда вы всю бланку заполняете и так далее, вы должны понимать, что каждый раз, когда вы делаете ход, каждый раз, когда вы делаете ход, вы должны присмотреть эту бланку, заполнять его снова, снова, снова. Используйте резинку. У вас должна быть резинка. Стирайте и карандашом. Ручками не надо заполнять, карандашом заполняйте, чтобы каждый раз будут меняться ходить, чтобы вы стирали и заполняли и так далее. Именно карандашом и резинками. Но очень важная вещь, которую я хочу вам сказать.